Привет, друзья! Мы продолжаем серию программ «Дума и недвижимости», где я делюсь некими фактами, которые произошли на рынке, а также рассуждениями экспертов о том, что же будет с рынком в ближайшем будущем, опять же, касаясь цен в первую очередь. Но выводы вам придется делать самим. Ну, собственно говоря, давайте зафиксируем то, что произошло. Ну, во-первых, я благодарю Development Юг, застройщика в Краснодаре, где мы сейчас находимся, за предоставленную студию. Застройщик строит, кстати, в нескольких городах, в Перми, во Владивостоке, там ипотека 2%. Если вас интересуют инвестиционные проекты, можно быть, на это обратите внимание, а также в Астрахани, в Ростове, ну, Ростове-на-Дону и, конечно же, в Краснодаре. Итак, сегодня я построю немножко логику изложения, немножко в другом порядке, а именно самое интересное, почему цены, возможно, не будут падать. Скажу в самом конце, а пока несколько новостей. Ну, самая главная новость, которая буквально сегодня, а сейчас на дворе пятница вышла, это именно снижение ключевой ставки на целых 3% пункта до 17%. В общем-то, об этом я говорил в прошлый раз, что к этому все шло, но, правда, предполагал, что это снижение будет где-то к середине апреля, вот оно произошло чуть раньше. Многие эксперты говорят о том, что снижение и дальше продолжится, и, возможно, уже к середине июля мы увидим ставки на уровне, там, 12%, я имею в виду ставка ЦБ, а, соответственно, и ставка субсидированная может также опуститься. Напомню, что на сегодняшний день субсидированная ставка по ипотеке составляет 12%, а некоторые банки, например, Сбер предлагают 11,7%. Понимаем, что на вторичку сейчас разница со вторичкой сократилась, а там возможны ставки 17%, а, возможно, даже и менее процентов. Это главная новость на сегодня, поэтому вот эта борьба вторички и первички и возможных разниц в цене, а именно, что вторичка будет выступать неким, скажем так, дискаунтером первички, особенно новая вторичка, которая недавно вышла на рынок, это мы обсуждали с Сергеем Лабжанидзе в прошлом эфире и в прошлую пятницу, поэтому посмотрите, кому интересно. Его мнение, что эта разница будет увеличиваться ровно по той причине, что тем, кто хочет продать на вторичке, придется предлагать какие-то специальные цены, поскольку ставка по ипотеке на вторичке значительно выше, нужно как-то компенсировать хотя бы в течение года, например, покупателю вторички, естественно, значительная часть до сих пор сделок идет по ипотеке, вот компенсировать вот эту высокую ставку на вторичном рынке. Как я и говорил, количество всевозможных субсидированных, со-субсидированных и застройщикам, и, соответственно, государствам ипотечных программ будет увеличиваться, я уже видел в Москве цифру 6.99, первоначально вышел самолет со ставкой 9.99, здесь в Краснодаре вообще происходит количество всевозможных акций, зашкаливает, в них разобраться очень тяжело, есть ставки чуть ли не 0,1% на весь срок кредитования, и 5% и так далее, и так далее, и, конечно же, застройщики с точки зрения маркетинга все это выражают в том числе и в цифрах ежемесячных платежей, мне подсунулась реклама здесь, что на период строительства 2 года вы можете платить 35 тысяч рублей, а потом по окончанию 25 тысяч рублей, то есть вот такими ежемесячными платежами сейчас манипулируют застройщики, чтобы привлечь к себе внимание. Если вам нужны какие-то подробности по таким предложениям, оставляйте свои e-mail, мы вам предложим экспертов, которых знаем и в Краснодаре, ну и, естественно, в других регионах. Некоторые крупнейшие агентства недвижимости, в частности, этажи, зафиксировали на начало апреля существенное снижение активности, выраженное в так называемых задатках, в авансах, в сравнении, например, с февралем падение там более чем на 50%, в сравнении с пиковым значением марта аж в три раза. О чем это может говорить? Ну, конечно, была некая опережающая некий спрос в марте, когда многие, кто в обычных условиях бы, возможно, перенес бы сделку на апрель, здесь торопился закрыться по одобренной ипотеке еще в марте, и поэтому, конечно, пиковые значения были очень высокими, так называемая высокая база, с одной стороны, с другой стороны, в апреле, естественно, этот спрос был реализован еще в марте, поэтому, по большому счету, наверное, в какой-то среднесрочной перспективе это не говорит ни о чем, это просто вот факт, который есть. Мы видим, что появились предложения, пока экспериментальные, покупка, что называется, в складчин, то есть, когда несколько людей покупают не целиком квартиру, а, что называется, по кускам. Как это реализовано, я на сегодняшний день не знаю, но знаю, что уже такой проект есть. Надеемся, что мы получим от такого застройщика комментарий в ближайшее время, соответственно, он будет у нас на канале. Подписывайтесь, следите за анонсами, проще всего это делать, конечно, в Телеграме или у нас на сайте m2tv.pro. Напомню, что подобная схема существовала в 2014-2015 году в виде пифов. Сейчас это невозможно, поскольку проектное финансирование поступает от банков, и банки за такими непрозрачными схемами, естественно, внимательно следят и их всячески не поддерживают. Есть новость про кредитные каникулы, точнее, статистика, что многие наши сограждане, которые обратились за кредитными каникулами, от 50 до 70% получили отказ, поскольку к подобной схеме пока у банков очень жесткие требования. Заработать ли это в полную мощь, пока говорить очень сложно. Известия опубликовали рейтинг доступности жилья по разным регионам, при этом основную аналитику им дала платформа BNMAP.pro. Мы уже выпустили два эфира вместе, совместно с этой площадкой, поэтому, если вас интересует аналитика, смотрите. Так вот, BNMAP.pro посчитали, точнее, сопоставили стоимость квадратного метра с средней заработной платой в этом регионе. Самым доступным оказалась Тюмень. Оно, наверное, и понятное, и ожидаемое, поскольку в этом регионе достаточно высокие зарплаты в Тюменской области за счет северных регионов, где добывается, условно, газ и нефть. Там 56%, то есть 56% средней заработной платы вам придется отдавать за средний ипотечный платеж. Также в этом перечне попался Челябинск, Курган, насколько я знаю, Самара, сейчас еще подсказку возьму, Красноярск. Ну, собственно говоря, да и все. Во всех остальных регионах процент зашкалил за 100. То есть 100% зарплаты вам нужно отдавать, чтобы гасить средний ежемесячный платеж по ипотеке. Ну и, наверное, постепенно переходя к главным новостям, а будет еще небольшой десертик, кого интересно, я позволю себе привести рассуждение одного из руководителей застройщика РКС Девелопмент, который привел 8 причин, почему цены не будут снижаться. Александр Коваленко. Причина первая, это причина, такая фундаментальное отличие прошлого кризиса, там, 14-15-го годов от текущего в том, что тогда застройщику нужны были деньги дольщиков. Сейчас застройщик финансируется, ну, я не имею в виду нормальный застройщик, а это большинство все-таки в крупных регионах, это почти под 90%, финансируется со стороны банков. То самое проектное финансирование уже начиная с середины 2019 года, эта схема работает. Поэтому сейчас застройщику не нужны деньги дольщиков, а это означает, что ему не нужно дисконтировать в случае необходимости, не знаю, расчета со своими поставщиками. Вторая причина, это, конечно, подрядчики. Раньше застройщики рассчитывали с подрядчиками, в том числе и квартирами, такие подрядчики выходили на рынок, естественно, с дисконтом, поскольку у них нет системных отделов продаж, им нужно стать чуть-чуть ниже рынка, и, конечно же, сами застройщики тоже на это реагировали и тоже опускали цены в случае, если продажи не шли сильно активно. Третья причина в том, что не будет новых жилых комплексов, по крайней мере, в том объеме, в котором они были запланированы до событий конца февраля. Естественно, многие площадки во многих регионах просто не открылись, не запустились, поэтому, возможно, сформируется некий такой искусственный дефицит, и количество лотов сократится, а это означает, что это компенсирует сокращение количества спроса. Еще одна причина, что многие наши сограждане рассчитывают на некую стабилизацию, и сейчас есть к тому предпосылки, а значит, через год, возможно, можно будет рефинансироваться, то есть основная сегодняшняя ситуация, это, как говорится, ночь переждать, до день продержаться, то есть годик как-то продержимся, а дальше, глядишь, и ставки упадут, мы рефинансируемся и будем уже брать под другие ставки, поэтому такие, естественно, настроения, такие сценарии в голове у некоторых наших потенциальных покупателей, конечно, существуют. Не секрет, что многие застройщики шли с опережением предыдущие периоды, с опережением продаж, и поэтому продавали проданных квартир было больше, чем не продано. И сейчас этим застройщикам нужно компенсировать ту стройку, и нет возможности, ну, просто физически каким-то образом снижаться, поскольку нужно те непроданные квартиры тоже фактически достраивать. Точнее, те проданные квартиры, которые еще не построены, их нужно финансировать, а это необходимо делать из текущих доходов. Еще один фактор, который тоже смягчает нагрузку на застройщика, а именно объявленная правительством, возможность продления разрешения на строительство, то есть фактически отсутствие, да, и фактически отсутствие возможности для дольщиков, у которых задерживаются стройки, обращаться с исками до нового года, до 31 декабря 2022 года. Вот эта возможность позволяет сейчас застройщикам перестроиться, прийти к новым ценам с точки зрения повышения, естественно, себестоимость строительства к новым ценам на строительные материалы, ну и, соответственно, строительно-монтажные работы. Очевидно, что с рынка, по крайней мере, временно уходит значительное количество вторичного жилья, поскольку собственники в этой ситуации неопределенности просто их забрали и заняли такую выжидательную паузу, поэтому рынок тоже немножечко сократился, а это смещает часть спроса, опять же, в сторону новостроек. Ну и, наверное, последний аргумент, что недвижимость обладает некой такой сильной инерцией и снижение цен в моменте катастрофически никогда не происходило и вряд ли произойдет, так же, как и сильного повышения, хотя динамика на повышение всегда была достаточно сильной. Так вот, вот этого обвала, конечно же, не будет, будет, скорее всего, стагнация некая, а произойдет ли привыкание покупателей к новым ценам, это, скорее всего, вопрос просто вот некого короткого периода, и если оно произойдет, то, конечно, восстановит спрос на новом уровне цены, конечно же, просто восстановится. Вот такие причины, почему ни застройщики не будут снижать цены, ни банки не поддерживают эту инициативу, конечно же, ни в коем случае, поскольку есть финансовая модель, есть проектное финансирование и так далее, и так далее. Поэтому предпосылок для снижения цен нет, и многие эксперты, которые у нас здесь были, эксперты, а не блогеры, риэлторы, которые непонятно на чем основываются, как правило, либо на своем желании хайпануть и привлечь к себе большее количество просмотров, либо на желании активизировать тех собственников, а большинство все-таки в стране у нас риэлторов работают именно собственниками, так вот, убедить их собственников продавать, потому что вот скоро будет сильное снижение, обрушение цен, вот эта информация никоим образом в экспертном сообществе сейчас ничем не обосновывается, хотя, конечно же, многие говорят о некой стагнации рынка, но стагнация в спросе не приводит автоматически к снижению цен. Поэтому думайте сами, как говорится, решайте сами, а на десерт я вам скажу, что есть исследование агентства недвижимости Night Frank, которые по элитной недвижимости, они определили, что цены на элитную недвижимость в Москве поднялись на целых 19% и составили 1,6 миллионов рублей за квадратный метр. При этом объем предложения существенно сократился, а именно на 15%, поэтому вот, как говорил, опять же, один из спикеров на прошлом эфире, а именно Денис Сериков, посмотрите эфир с ним, там тоже такие рассуждения присутствуют, что количество денежной массы в стране не меняется, тем более сейчас, когда есть ограничения на вывоз. Просто кто-то имеет возможность богатеть в этой ситуации, а кто-то, естественно, беднеет. Так вот, те, кто богатеют, имеют возможность сейчас вкладывать деньги в элитную недвижимость Москвы в частности, и там, как говорится, все хорошо. Кому война, а кому мать родна. Ну вот, на этой, наверное, не очень веселой ноте я заканчиваю, говорю, как всегда, берегите себя, своих близких, свой дом и свой бизнес. До встречи где-то в интернете, не пропускайте наши эфиры, а для этого подпишитесь на наши оставшиеся источники информации, в первую очередь на Telegram, наш сайт, также мы выходим в ВКонтакте, ну и в YouTube пока работает, поэтому нажмите колокольчик, чтобы вам пришли уведомления. Всего доброго, до встречи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok